Это немножко взбивается в сторону, но иногда женщинам тоже приходится, так сказать, тяжело, по разным причинам. Тихий час в гинекологии. Так получилось, что 50 лет я тесно связываю с медицинским миром. Если я бы стал рассказывать байку из жизни психиатрического, так сказать, психиатрической области, вы подумали, что я пациент оттуда и так далее, и так далее. Но в этой байке, когда речь идет о гинекологии, вы понимаете, что я там пациентом быть не мог. Есть у меня одна очень добрая, хорошая, знакомая, чудная женщина. Звонок. Слушай, я понимаю, тебе очень тяжело выйти из дома, но я вздыхаю от скуки в этой гинекологии, хоть на полчасика. Я посмотрел на часы, час. Я говорю, через два часа буду, дом нафтей. Я к этому времени уже научился, во-первых, делать иерусалимский салат. Кстати, могу дать потом рецепт, кто захочет. С чем этот рецепт мне дали бы самому иерусалиму. И шарлотку, которая называется шарлоткой, на самом деле это яблочный пирог собственного изобретения, который я, так сказать, пеку методом уклонения от общего рецепта. Все это расколю руку сделал, явился, и тут у дверей в корпус больничный стоит страж. Как он стоит непостижим. У него вид человека, сбежавшего из вотрезвителя. А запах такой горелого лука, красной шапочки, еще каких-то фантастических таких вещей. И он, покачиваясь, значит, стоит, и хрипом голосом мне говорит, не могу, два, два часа. Но я же знаю по опыту, что доллар и динамит открывают любые двери. Я вытащил из кармана десятку, и для верности показал стражу ее с двух сторон. И он с непостижимой ровкостью эту десятку меня выхватил. И тут я понял секрет, как он стоит на ногах. Он двумя руками держался сзади за ручку двери. И сделал два маленьких шажка. Он открыл мне маленькую щель. Я прошел, и все. То есть я поднялся на этаж. На этаже никого совершенно, абсолютно. А палату я знал, постучался. Мне тихо ответили, вы идите. Ну, я пришел. Вытащил снедь. Сел, значит, на табуретку там. У этой своей хорошей знакомой. Проходит минут десять. И вдруг раздается. Я вспомнил войну. Тот, кто слышал, как пикирует Ю-88 юнкиц. Вот точно такой же звук. Причем пикирует не один юнкиц, а два юнкица. Слух у меня хороший. А женщины восемь, они в палате. Они начали так беспокойно подниматься. Я успокаиваю. Я говорю, ничего, это просто внизу двумя перфораторами вырубает цемент. И когда перфоратор попадает на арматуру, раздается такой виск, что может сойти с ума. И вдруг распахивается дверь. Полная женщина в белом халате, видимо, сестра, подбегает ко мне, хватает меня за грудки буквально. Подтягивает к своему уху. И кричит мне ухо. Вы что, не слышите, что у нас тихий час? И вообще, как вы сюда попали? Неимедленно вон. Я собрал ложки, все это, поклонился и ушел. Ну, подвинуть стажа с обратной стороны, мне ничего не стоило. Я деликатно нажал на дверь. Стаж приступил ножками. Я вышел и пошел. И иду я, значит, по саду больничному. И вдруг этот вой, этот тихий вой, мгновенно прекращается. Я посмотрел на часы. Четыре часа. Тихий час в гинекологии закончился.